добрый вечер привет всем большой привет давайте пока все присоединяются я представлюсь сегодня волнительный день у меня меня зовут светлана мельникова я из города томска никанагель предложили такое чудесное вещание с помощью компании моей любимой провести для вас прямой эфир привет всем машу сегодня моя тема будет аппаратный маникюр плюс покрытие гель-лак максимально близко к кутикуле расскажу немножко про себя про себя всегда немножко неудобно рассказывать в профессии я уже 11 лет я являюсь привет всем привет одной из золотых участниц прекрасной группы елены евгеньевны шанской представителем в городе томске компании никанагель мы также являясь конечно же призером спикером международных конкурсных программ конкурсных мероприятий очень рада волнуюсь даже у меня немножко загорели щечки румянец приглашаю вас присоединиться сегодня у меня есть буквально 40 минут может быть 45 мы с вами посмотрим мою технику аппаратного маникюра я буду использовать всего две фризы так как мы соблюдаем карантин до или предложенные нам каникулы всю неделю я сегодня с вами буду вероника здравствуйте я буду сегодня с вами показывать маникюр аппаратный на своем молодом человеке который любезно согласился поучаствовать в этом мероприятии и еще даже выбирал гель-лак какого цвета ему подходит больше всего поэтому мужчины наши тоже знают толк покрытие конечно же очень переживал сниму я ему или нет конечно сниму как же я оставлю его с покрытым одним ноготочком и так желаю вам всем позитива приятного просмотра жду ваши вопросики именно по этой теме которую я сегодня вам озвучу давайте знакомиться с руками моей модели переверну вот моя модель сейчас я установлю мой телефон так как мы так как мы сидим дома мы тут соорудили вот это так скажем мероприятие сейчас мы да дезинфекцию где-то забыли сейчас две секундочки где-то у нас есть дезинфекция давай обязательно помыли руки обязательно навели дезинфекцию я себе здравствуйте здравствуйте моделька моя вот тут послушная и я думаю мужской маникюр тоже пальчик да мы договорились выбирали по поводу боковых валиков если охота посмотреть именно на выпуклых боковых валиках скажите я расскажу ну тут вот рабочие руки конечно мужские привет привет хотела указательный но у него кутикула здесь не очень ну как бы приятная неровная на этом прям идеально мне кажется пальчик для просмотра но простите пожалуйста ничего личного только бизнес мы за позитив и позитивное настроение да мальчик спальник да пальчик привет привет всем позитива и так у нас с вами аппаратный маникюр и мы с моделька договорились пальчик но это я ему такой посоветовала пальчик можно и на указательном конечно чтобы вас не смущало в общем смотрю все тоже на позитиве давайте работать на на красивом пальчике именно по форме что первое мы делаем первое что я вижу рассматриваю диагностику пальчика скажите пожалуйста пальчик всем видно кожу всем видно приблизить нужно видимость или не нужно как вам когда приближая у нас немножечко не смущает спасибо дорогие за обратную связь очень рада потому что разговаривать с телефоном да немножко тоже непривычно вот я посмотрела здесь кутикула очень крутая здорово расположена очень ярко выражена у нее край и боковые конечно есть заусенцы имеются чуть-чуть приблизила вот так получше вот так еще приблизим приближу вот так еще давайте чуть-чуть дай мне руку на вот так все норм спасибо итак такие фрезы я использую давайте и первое как я отодвигаю кутикулу можно взять апельсиновую палочку можно пушер чем вам удобно у нас вот сегодня апельсиновая палочка попалась у меня был переезд недавно и все так сказать барахло я немножко стащила домой у меня сегодня прям полный арсенал ну а компания никанагель мне доставку на дом сделала новой совершенно коллекции королевы сейчас я с вами вам вас с ней познакомлю так первое что я делаю диагностику вижу что у нас здесь есть заусенцы есть немножко рваная кутикула именно в синусе в зоне боковые валики ярко выраженные и ногтевая пластина небольшого роста небольшой длины я хотела бы сначала квадрат но подумала что у нас здесь вот этот угол не хватит до квадрата и поэтому сделаем с вами овальные до овальную форму маникюр здесь у мужчин очень ну как бы у девочек тоже есть иногда вот тут если вам видно ярко выраженные гипонихи до нарост вот такие кожаные за ними нужно очень большое внимание для того чтобы убрать и не было отслоек на покрытие гель-лаков начнем отодвигаем кутикулу подождите давайте сначала я сейчас выдохну сначала после диагностики я опиливаю свободный край конечно же почему еще взяла овал потому что очень много ошибок делают при опиле овальной формы очень много делают ошибок именно по опилу овальной формы ставя пилочку вот так как в моделирке наращивание начиная пилить вот таким образом параллельно к ногтевой пластине боковому валику в этом месте на натуральной пластинке пилочка у нас должна лежать по горизонтали для того чтобы мы с вами видели видно не убегаю чтобы видели с вами именно вот этот вот уголочек и акцент пилочки конечно же должен быть должен быть уголочек подпилены обязательно именно вот в таком положении пилочка по горизонтали по оси пальчика потому что иначе мы сможем с вами сделать там такую загогульку которая позволит нам плохо влиять на ногтевую на наш на носку материала и так вот таким образом до точки в роста я опиливаю свободный край перехожу потом от точки в роста перехожу да вот на свободный край пилочку точно также по горизонтали пилочка сама сделает свое дело и опилит вам такой хороший угол он будет у вас такой замечательный плавно переходящий не нужно будет вымерять одну сторону вторую вторую вот так вот так хочу показать с изгиб с изгиб натуральной ногтевой пластины вот этот вот даст нам хороший угол переворачиваем угол среза до и вторую сторону тоже подставляю под низ переверну более жесткой стороной так как мужчин ногтевая пластина прям плотная жесткая поэтому пилю абразивностью 180 грит все опилили наш свободный край выровняли овал расслабь пальчик пожалуйста спасибо моделька тоже мне сегодня волнуется первый раз в кадре вот у нас получился прекрасный овал которому я чуть-чуть только на торце поставила угол 90 градусов к ногтевой пластине в синусах же в синусах говорю простите в точках в роста пилочка у меня пилит по горизонту я пилочку пиля по горизонту переставляю на тот край который мне нужно пилить девчонки поставьте плюсики это понятно обязательно на бочок поверни обязательно в точке в роста пилочка должна быть гуляет ноготочек но ничего страшно ноготочек вот так входить да вот получилось прекрасный овал все норм пишут мне девочки спасибо плюсики вижу спасибо мои хорошие и так опилили свободный край наконец-таки переходим к нашему с вами поднятию кутикулы каким образом я делаю подняться я делаю отодвигание то есть раскрытие у меня идет апельсиновой палочкой будь то пушер я всегда делаю вот такое раскрытие обязательно упираюсь в пазух но не давя абсолютно легко легко за касаясь только нашей с вами нашего пазуха в одну сторону прошла теперь в другую сторону странно у меня трясутся руки как будто я не волнуюсь а ручки трясутся видите какими движениями такими вот еле-еле но такое раскрытие прям происходит у меня модельки не больно нет говорит дальше смотрите я точно также начинаю ее приподнимать именно подкручивающими движениями что мне дает подкручивающие движения давайте перейду на свою перчатку когда мы заходим и начинаем поворачивать у меня что делает у меня с этой стороны начинает приподниматься кутикула то есть я ее немножко подготавливаю нисколько не не подрываю и нисколько не травмирую дальше перехожу сюда опять ее подкручиваю и у меня постепенно кутикула сама вот так вот из-под нашей, так сказать, подкручивающей апельсиновой палочки подготавливает мне следующий ход. Я шагаю, опять подготавливаю. Это понятно? Вероника, спасибо! Вот. В одну сторону можно до серединки пройти, и в другую сторону точно так же, до серединки. Если это налипшая кутикула, я могу убрать апельсиновую палочку, прям вот параллельно положить, и вот таким образом подкрутить, для того, чтобы не травмировать. Но тем временем наблюдаем за тем, какое давление мы оказываем на ногтевую пластину. Вот, смотрите, как здорово поднялась, без всяких на то, так скажем, сильных усилий. Дай-ка мне. Вот так. Смотрите, как она топорщится. Я даже чувствую ее. Бочком поверни, покажи. Вот, как видите, как круто она поднялась. И поднялась. И туда, вот смотрите, девочки, еще дальше вот этой вот черты, дальше, глубже, я фактически не лезу именно апельсиновой палочкой. Она у меня сама поднимает тот пазух, который нужен. Дальше я туда прям не тыкаю, не лезу, не углубляюсь. Потому что если мы начнем вот таким образом тыкать и двигать, вот такими, как я говорю, зверскими движениями, то мы можем как раз-таки залезть, травмировать именно нижнюю, так скажем, максимальную складочку, внутреннюю сторону. И она у нас будет кровить, и сукровица потом много, очень долго будет заживать. Это самая такая нехорошая травма. Подняли кутикулу, поехали дальше. С этим разобрались, как мы поднимаем, да? Поехали дальше. Я беру первую фрезу. Давайте познакомимся с фрезами, которыми я буду сегодня работать. У меня две фрезы замечательные. Бери пока пальчик. Это вот такой вот, я не знаю, пуля, наверное, ее назвать, да? Не совсем пуля, которая есть в нормальном обиходе. И вот такой бочонок, мой любимый. Раньше бочонок, здесь 33, диагональ 33 миллиметра, да? Раньше я брала 50 миллиметров, большую такую бочонку, потому что маленьких не выпускали. Сейчас начали выпускать очень большое количество разнообразных фрез. И вот одна из них с маленьким диаметром, бочонок мне очень полюбился. Так, убираю ее. Это у нас будет вторая завершающая. А первая, давайте, что я приготовила. Есть такой планшет у меня и фломастеры. А первая, она у меня как раз вот такого вида. То есть, вверх у нее треугольничком, а потом, а, не пуля, давайте вот так я ее назову, ракета. Ракета. То есть, у нее есть площадь, которой я буду работать. Есть носик, есть щечки правая, щечка левая. Вот так и вот так. И есть вот эта большая площадь, ровная. Чем мне нравится эта фреза? Тем, что у нее все углы ровные. Да, вот так вот. И чуть-чуть свет отсвечить. Вот так уберу. Вот. Все углы ровные. Почему? Потому что, если мы возьмем, ну, как у нас, почка, да? У почки у нас кругленький. Не видно. Вот так, девочки, отпустила, потому что лампу не могу подвинуть. Она у меня на скотче привязана в домашних условиях. Здесь у меня нужно вымерять угол наклона, как она пойдет. Да, здесь немножечко ее, ну, трудновато, если это новички, кто переходит на аппаратный манегюр с комби, либо с классики. Им трудно ее понять. И понять, какой угол должен пилить и могут немножко навредить, да? А вот в этой фрезе, которая, вот моя фреза, да, у нее есть четкий, ракетка, четкие бока, щечки и прямая линия в самом краю, да? Девчонки, теперь видно, я убрала сюда. Как я буду работать? Я буду теперь работать вот таким образом. У меня есть прекрасная кутикула. Чуть поменьше, наверное, рисовать надо. От серединки я буду прорабатывать первое все левые пазухи. Первое, да? А второе буду прорабатывать все правые пазухи. Чуть поменьше надо рисовать, либо уменьшить. Вот так уменьшу, когда рисую хорошо, вот так. И пониже спущу, чтобы не отсвечивало. Сейчас мы будем прорабатывать только все левые. В левой стороне у нас есть активные места, так скажем. Это первая зона лунки, синусная зона и боковой валик. Синусная зона, помните, самая аккуратная, самая нежная. Она у нас будет прорабатываться под определенным углом. Давайте уберу, буду показывать угол. Угол наклона фрезы у нас будет равен 20 минут времени. У меня тут есть датчик, который показывает, что у нас еще осталось немного времени. И вот так ракетку вам нарисую. Нам вот эту ракетку нужно положить именно щечкой в наш пазух, который мы сейчас сделали. Угол не должен быть, ну, примерно тут видно, да, 45-30. В зависимости от диаметра будет меняться наш угол наклона и от формы фрезы. Не забудьте, что если мы сделаем уклон вверх фрезы, то мы пораним нашу ногтевую. Если мы слишком плоско положим, то мы сделаем 2 ошибки. Мы пропилим зону максимальной складки внутренней и ногтевую пластину. Поэтому ни то, ни другое не делаем. Наклоняем, именно контролируем наклон ровненький. Так, про зоны понятно, да, девчонки, еще раз повторюсь, что зоны первые мы делаем лунки. Прям хорошо, возвращаясь к ней снова и снова, прям хорошо прочищаем зону лунки. Вот как только прочистили зону лунки, мы переходим в синусную зону. Сразу скажу, что у меня есть второй курс скорость, который именно в этом акцент большой внимания даю я на этом курсе. Почему? Потому что если мы некачественно прочистим нашу зону лунки, перейдем сюда и здесь чего-то ширканем, мы потом что сделаем? Вернемся обратно сюда, когда начнем покрывать, у нас что-то там заштрихуется, где-то будет меня, ну, как бы раздражать какой-то заусенец появившийся. Мы возьмем фрезу и опять начнем возврат в прошлое. Так вот, для того, чтобы у вас было и качество, и скорость, вы, пожалуйста, не двигайтесь дальше, пока не пройдете. Именно вот первую зону не прочистите. Потом, после идеального прочистки, удаления всех гипонихий, добрый, да, сохраним эфир обязательно, девчонки, мы переходим ко второй части. Вторую часть прочистили. Я тоже на позитиве смеется кто-то у меня. Ну, ладно. Вторую часть прочистили и третью часть тоже пазух прочистили. Все сейчас покажу, не буду рисовать больше. По частям, каким мы проходим, все понятно. Вторая зона и третья зона, обязательно. Запомнили. Потому что, не разделяя вот эти пунктики, мы проходим все сумбурно и как будто все прочистили. Когда разбираем по частям, тогда нам все становится более ясно и понятно. Убираю. Убираю свои записульки. Спасибо за ответы хорошие. Спасибо, что поддерживаете меня. Так, у меня вот такой аппаратик, какой нашелся, ставлю. А еще не сказала, куда у меня будет крутиться фреза. Когда мы прорабатываем все левые зоны, у меня фреза крутится в правую сторону и работает на форварде. Как проверить, куда крутится фреза? Мы включаем небольшую мощность и фрезу даем погладить. Вот в обратную сторону она мне не гладит, а в другую гладит. Значит, работает фреза у меня. Куда бежит, туда и работает в левую. Я сейчас должна работать совершенно в другой. Вот сюда в правую бежит, убегает. Значит, у меня работает в правую сторону моя фреза. Все правильно. По скорости я еще не сказала. Моя скорость составляет 30 тысяч оборотов. Я люблю большие скорости, так как это дает мне возможность точному вычищению всех гипонихий и так далее. Поэтому я люблю большие скорости. Можете начинать с маленьких. Добро пожаловать. Но я делаю это на больших оборотах. Щетку-сметку для того, чтобы сокращать время работы, я беру всегда в мизинце. Она у меня всегда... Сейчас увеличу. Она у меня всегда... Сейчас держу ровно. Сейчас увеличу. Она у меня всегда в мизинце. И у меня очень быстро получается сметать. Итак, я начинаю работать по нашей ногтевой пластине, убирая гипонихий. Еле-еле, тихонечко. Значит, как будто я мою пол такими движениями, знаете, подтирающими. Вот так вот. Видите, уже убрала гипонихий. И еще прорабатываю нашу зону. Когда я, еле-еле касаясь нашей ногтевой пластины, прошла нашу лунку, я перехожу к прочищению внутренней стороны подкутикульного пространства. То есть моя фреза начинает работать вот так, поднимая нашу кутикулу под кутикулой, не касаясь ногтевой пластины. То есть по ногтевой пластине я не буду. Я уже поднимаю фрезу и работаю под кутикулкой. И так, прочищая поверху, у меня выскакивают такие большие, видите, вот большие. Как они, вот. Это вот правильное прочищение, когда ошметки большие идут. Видите, у меня нет маленькой пыли. Я, значит, не касаюсь нашей ногтевой пластины. Она у меня остается неповрежденной. Еще плюсом к этому, большим пальчиком, я всегда поднимаю кутикулу наверх и смотрю, что у меня все чисто в этом месте. Да, подняла, проработала, подняла, проработала. Все, мне здесь достаточно. Глубоко я не лезу внутрь. Все, лунку я прошла. Идеально чистенько, видно? Подняла, посмотрела, там все чисто. Теперь я перехожу в зону синуса. В зоне синуса я точно так же большим пальцем хорошо наверх не утягиваю вниз, не напрягаю нашу кутикулу по бокам. Потому что есть захват такой по бокам. Когда по бокам захватываешь, тогда мы натягиваем в бок кожу. И наша кожа может лопнуть при любом касании фрезы. Поэтому на мое натяжение кожи идет только вверх большим пальчиком. Разверни чуть-чуть ноготочек. Вот так, спасибо. У нас две руки рабочие. Мы очень даже можем просить нашу модельку разворачивать нашу руку. Сколько времени, скажи мне, пожалуйста? 25 минут. 25 минут. Значит, мне нужно ускориться. Нам еще сделать покрытие. Я сейчас эту сторону расскажу плотненько, а вторую сторону быстро проделаю. Смотрите, мне все видно прекрасно. Девчонки, отпишитесь. Вам все видно в синусе, как я работаю? Натянула и очень-очень внимательно туда носиком захожу. И точно так же, проработав по ногтевой пластине, начинаю поднимать, прорабатывать верхнюю часть, видите, под кутикульного пространства. У меня работает верхняя щечка, кутикула, видно, проработала. Все чистенько, идеально, хорошо. Да, все убежало. Все хорошо видно. Так, чуть отсвечивает. Да, вот так поглубже сделаю, потому что чуть-чуть, да, отсвечивает. Ну-ка, я вот так поверну. Ну-ка, вот так получше, да, чуть-чуть ниже сделаю. Спасибо. Спасибо, девочки, за поддержку. Теперь я прошла уже синус. Да, еще вот хочу к нему вернуться и больше не буду туда заглядывать. Все, убрала оттуда фрезу. В синусе чистенько. Отобни руку. Давай вот так, боковой. Вот так держи. Да. Теперь боковой пазух. Мне нужно занять то положение, которое не повредит нашу ногтевую. Если я оставлю фрезу прямо, то я буду именно самой наивысшей точкой, да, самой пузиком бороздить по ногтевой пластине. Мне этого допустить нельзя. Здесь в синусе я оставляю угол, который мне позволит работать только по коже, не касаясь ногтевую пластину. Вообще. От слова совсем. Да. Вот так. Если у меня есть здесь наросты, да, кожаные какие-то, я чуть-чуть, едва-едва коснулась ногтевой пластины, и все, так как у меня вот так мальчик, поэтому у нас здесь есть наросты. Да, еще есть здесь по физиологии такие ушки. Я, конечно же, ушки эти убираю все хорошо. Все, могу здесь, где пилила свободный край, я могу тоже все подработать моей фрезой. Второе движение, которое я делаю помимо на себя, я еще выгоняю в сторону вот этот бочок. Видите? Бочок в сторону, как бы движение немножечко, для того, чтобы... Как же это сделать левой рукой, девочки мои? Я могу, в принципе, показать, как это делать левой рукой. Боюсь, времени эфира не хватит. Очень аккуратно, очень терпеливо, бережно берем и делаем. Главное начать, понимаете? Если начнете, то все будет приходить. Моторика рук восстановится, придет, и вы все будете делать точно так же. Все, эта сторона, видите, какая чистая у меня? Перехожу на эту большую сторону. Точно так же большим пальчиком отодвигаю то, что тут вижу, то, что мне хочется. Я переключила уже реверс. И прорабатываю. Здесь, смотрите, я могу вот таким... Ой, убегала. Средним пальчиком я могу поднимать нашу максимальную складочку вверх. Прям вот легонько-легонько, тихонько-тихонько. Проработала. Посмотрела. Здесь у меня, помните, трещинка. Видно ее трещинку? Трещинку тоже будем аккуратно прорабатывать, потому что она может дать плохую реакцию. Разбежаться еще больше в разные стороны. Поэтому аккуратно ее обходим. Расслать, пожалуйста, ручку. Спасибо. Отодвинула вот средним пальчиком. Прям хорошо-хорошо раскрываю пазуху и аккуратненько там прорабатываю, не касаясь ногтевой пластины. Девчонки, видите, как чисто стало? Все, я отстала сразу от синуса, как только убедилась, что там все чисто. Опять делаю наклон нашей фрезы именно вот так в сторону нашей бокового пазуха. Не оставляю ее прямо и не пилю на себя. Обязательно уворачиваю фрезу. То есть прорабатываю правую сторону, наклоняю фрезу направо, в диагональ. И выметаю как веничком в сторону-в сторону наши вот эти вот пазухи. Видно? Дима, расслабь, пожалуйста, руку, мне тяжело. Поставь подальше, если тебе тяжело. Вот так. Все. Отлично. Договорились. Спасибо большое за поддержку, девчонки. Спасибо огромное. Посмотрите, какой у нас чистый накоточек уже получился. Если я отодвину боковую, ну, как бы, проксималочку и подниму кутикулу, у нас там будет чисто-чисто. Смотрите. Вот когда вы такой чистоты добьетесь, посидите час-два, ну, я утрирую, конечно, да, но доделайте до конца каждый этап. Первый этап чисто идеально, второй этап чисто идеально и третий. Тогда только переходим к следующей нашей фрезе. Понятно? Когда вы научитесь с первого раза доделывать все идеально до конца, тогда вы будете самые умнички у меня, самые молодцы. И у вас никогда не будет проблем со временем. Потихоньку технику вы наработаете, а качество ваше никуда не уйдет, когда вы честно сразу отработаете на все сто. Спасибо большое. Спасибо, девочки, большие. Так, сейчас вторую фрезу беру. Сколько времени у нас? 10 минут. Сколько осталось? 10 минут до конца? Ну, мы успеем сделать с вами все. Спасибо, девочки. Вторую фрезу я работаю только в одну сторону. Давайте быстро порисую. Ничего страшного, если мы чего-то не успеем. У нас, в принципе, прямого эфира час, как мы помним, да? 40 минут, это у меня был такой красный сигнал, что мне скоро надо сворачиваться. Мы делаем вторую фрезу. Вторую фрезу я делаю вот в таком порядке. Сначала начинаю работать в этом месте. Фреза рабочая. Место у меня только то, которое имеет вот этот поворотик. Работаю здесь большой боковой валик. Обрабатываю именно пузиком, щечкой. Потом убираю фрезу вниз, ну, то есть носиком, да? Девчоночки, конечно, эфир сохранится, не беспокойтесь. Можно будет пересмотреть, кому неудобно. Потом я убираю фрезу, бочоночек, вот в это место и начинаю прорабатывать внутреннюю часть. Точно так же отодвигая максимальную... Где она у меня? Сейчас я сузю опять, а то я рисую и вам не видно. Вот так. Отодвигая максимально большим пальчиком, средним пальчиком. Захват у меня будет сверху пальчика, вот так. Отодвигая, натягивая кожу и отодвигая вверх синусы и кутикулу, чтобы мне фреза сделала... Ай! Сделала такую вот юбочку, да? Из кутикулы у меня должна превратиться в юбочку. Вот до второго синуса я дохожу в этом ракурсе. Да, вот так вот у нас ноготь, если вдруг непонятно. Потом переворачиваю ракурс в другую сторону. На себя уже. И дорабатываю именно вот этот синус второй, да, и боковой пазух. Вот в таком. Напишите мне, пожалуйста, в личку. Если у вас будут вопросы, все в директ напишите. Мне девчонки все передадут. Я все расскажу, скину вам полную информацию. Попросы сейчас время эфира не будем занимать, так как у нас его уже ограниченное количество. Показываю, да? Зарисовали. Показываю. Поехали. Есть еще один волшебный ход обратный, который я покажу, наверное, уже в другом эфире. Если вам понравится, приглашайте, будем еще работать с вами вместе. Здесь у этой фрезы уже скорость будет 7-10 максимально тысяч оборотов. Если у первой фрезы было 30 тысяч оборотов, то у этой фрезы у нас будет уже меньше оборотов, так как у нас фреза жесткая. Помните по абразивам, да? Здесь у меня зеленая насечка. Фреза такая больше жестковатая, чем мягкая, так как у меня кутикула. Здесь прям такая настоящая мужская, бомбическая. Смотрите, что я говорила. Когда пузиком обрабатываю боковые, вот я то, что выгнала, не старалась доделать маленькой первой фрезой. Смотрите, у меня здесь за два маха уже прибирается, да? Убирается. Сейчас я увеличу. Вот. Очком. И вот так чуть пониже. Вот. Я за два маха. Смотрите, какую красивую сделала боковой валик. Видите? Могу вот так перевернуть на себя немножко до блеска кожу. Натянуть и до блеска выгладить, чтобы она у меня прям как зайка блестела. Чистенькая, красивенькая. Сказала мне привет. Как хорошо, что ты меня почистила. Спасибо, девчонки. Теперь смотрите, важный момент. Синус отодвинули хорошо и прям зашли смело в синус, иначе у нас юбочки не получится. Мы можем пригладить с вами и не получить юбочки. Вот, смотрите, она уже у меня пошла вверх, отрывается от корня и начинает топорщиться вверху. Дальше у меня тут заусенец, который мне немножко мешает работать. Но это даже и к лучшему, чтобы вы посмотрели, что все возможно, в принципе, при аппаратном маникюре. Дальше я точно так же. Смотрите, как у меня фреза, поверни, фреза работает параллельно ногтевой пластине. Как только вы уберете угол, вы ничего не сможете сделать. Наш угол обязательно должен быть параллельно ногтевой пластине. И вот таким носиком, чик-чик-чик-чик, вернулись, чик-чик-чик-чик с штрихами. Мы должны работать. Еще раз показываю, смотрите, вдоль параллельно, никаких движений. Прибрали, вернулись опять чуть-чуть, отсвечивая, давайте вот так опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот так, раз. Смотрите, она у нас уже кудрявится. Сейчас еще разочек прохожу по одному и тому же месту. Много раз не хожу обязательно, пунктирные линии переходящие одна в другую, одна в другую, выглаживающие, иначе мы пораним. Вот таким образом мы сделали нашу кутикулу тоньше и начинаем переходить к следующему синусу. Следующий синус точно так же натягиваю вверх нашу кутикулку. Все хорошо? Не больно? И дорабатываю боковой, натягиваю боковой сильно-сильно и выглаживаю. Дальше поехали. Я начинаю кутикулу проходить еще выше по проксимальной складочке и выгоняю ее наверх. Я могу вот так наверх высоко выгонять ее и подсекаю. Опять выгнала и подсекла на проксимальной складке. Опять выгнала и подсекла. Аккуратненько раз выгнала и подсекла. Тут заусенцы у нас есть на проксимальной, мы тоже их можем задействовать и прочистить. Опять выгнала. Что там времени, скажи мне? Далее 5 минут. Осталось 5 минут до 40, да? Вот еще мне дадите немножко времени, как раз таки минут 10 на покрытие. Маникюр мы с вами уже закончили. Видно? Вопросики? Что-то понятно, что-то непонятно? Пишите мне, расскажу. Тороплюсь успеть все секретики вам раскрыть. Давайте вот сюда, синус второй. Немножечко могу поддать вверх. Упс, убежала! Сигнализируйте, что я убегаю. Камеру смотреть, конечно же, приятно, но иногда могу убегать. Вот у меня здесь не хочет никак убегать. Смотрите. Где она? Вот, чтобы вам видно было. Вот она торчит. Смотрите, торчунечко. Что я делаю? Я ее поднимаю кверху и стараюсь подсечь. Все, вроде бы, убежала. Все, убежала. Здесь я могу прям натянуть хорошо кожу. Смотрите, прям натягиваю ее и пузиком чуть-чуть уменьшу для шлифовки. Этой же фрезой пошлифовать нашу максимальную складку. Потому что если мы оставим след то место, где жила кутикула, не зашлифовав, то у нас пойдет оттуда заусенца. Мне надо ее, вот, девчонки, смотрите, прям без применения нашей шлифовочной фрезы зашлифовать. Аккуратненько, еле касаясь, но кожа должна при этом натянутой быть. Все. Этой же фрезой смотрите, что я делаю. А можно круглой фрезой? Конечно, можно, девчонки. Мне кругляшок вот не зашел. Я вот к рукам не лег, лег вот такой бочонок. Пробуйте делать это любыми фрезами. Никто вам ничего не запрещает. Все, что не запрещено, то можно. Сколько оборотов? Да, спасибо, девчонки, кто помогает мне отвечать. Этой же фрезой я делаю, штрихую нашу ногтевую пластину. Смотрите, она забирает очень мало слоев нашей ногтевой пластины, так как абразив маленький, и у меня никак не получается повредить. Тем не менее, я убираю наш глянец с ногтевой пластины. Видите, она не блестит. Это то, что мне нужно для покрытия. И поверьте мне, покрытие стоит идеально до конца. Да, 10 тысяч максимально. 7 начинайте, 8, 9, 10. Все, это подготовка ногтя нашего готова. Какие вы у меня сегодня умнички, девчонки. Помогают мне. Спасибо большое. Обнимаю крепко вас. Вы у меня большие умнички. Я обезжирила. Обезжириватель. Мне две фрезы всего лишь. Я работаю двумя фрезами. И поверьте мне, на новогодние праздники я сама в удивлении для себя именно вот такой техникой в две фрезы поставила рекорд. Девчонки, у меня был рекорд. Раньше я его делала. Если боитесь, значит, берите свои ручки и на своих руках тактильные ощущения. Проверяйте, как работает фреза. Как вы затормозили, фреза врюхалась в кожу, и вы не допускаете этого. Когда вы себе сделаете больно, вы сразу поймете, что фреза должна вылизывать нашу кожу, гладить, как кисоньку гладить, а не врезаться и втюхивать, ну, как бы ранить кожу. Действительно, ранить можно запросто. Поэтому берем тихонько свои пальчики и ощущалки свои включаем. Теперь, смотрите, я беру Суперфлекс базу. Моя любимая. Все мои ученики, кто пробовал Суперфлекс, сразу ее любят. Нежно и трепетно. Никаких нарицаний на нее нет. Она большая помощница нам с вами в покрытии. На данный момент ногтевую пластину натуральную можно обработать праймером. Праймером я делаю только третью часть ногтевой пластины на свободном крае, если перепилена. Ну, смотрите, сейчас, в данный момент, честно скажу, праймера нет с собой дома. Я делаю просто покрытие без праймера. Это как вариант на толстые вот такие крепкие ногти. Поверьте мне, от слоек не будет, никуда не убежит покрытие. Давайте я вам покажу, как я буду снимать, поднимать из флакона кисть. Вот таким образом, обчищая об бока весь наш материал, чтобы кисточка у нас была чистая и ни с какой стороны не капало. Мы с вами потом с краешку поднимаем то количество геля, которое нам нужно, и делаем такую жиденькую грунтовку. Жиденькую грунтовку, первый слой. Что нам дает эта жиденькая грунтовка? Еще тороплюсь и максимально быстро расскажу, девчонки. Потом после эфира можете позадавать вопросы. Я еще некоторое время побуду и расскажу вам все вопросики. Если надо, чуть-чуть продлим вопрос-ответ. Давайте чуть-чуть попозже. Дайте мне высказаться, дайте мне трибуну. Столько много хочу рассказать. У меня всего 40 минут, которые уже прошли. Вот, для чего мне нужна жиденькая подложка, жиденькая грунтовочка. Для того, чтобы... Что такое жидкая грунтовка? Это не много и не мало, понимаете? Такое количество, при котором сама наша база расправляется. И она дает... Девчонки, нету в данный момент праймера. Обязательно нужно использовать праймер. Берем и делаем. Нету на данный момент, дома не оказалось праймера. Посылка от Никанагель была с доставкой на дом, с новыми цветниками, с базой, с топами. Поэтому я люблю за это Никанагель. Быстро, четко, вовремя приходит посылочка и по адресу доставка. А вот праймера я там не заказала. Еще раз базу показать. Пожалуйста, Суперфлекс база от компании Никанагель. Прекрасная. Есть в разных оттенках, есть с разными эффектами. И молочная база есть. И разные, четыре цвета розового. Прям шикарная. Открываем Никанагель и штудируем весь прайс, который есть с предложенной продукцией. Так вот, что мне дает... Девчонки, быстро разговаривай, иначе не сделаем с вами покрытие. Что мне дает грунтовка? Быстро рисуй, убирай пальчик. Да, у нас крутая база. Очень даже крута. Нет, 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 не надо сушить лампу. Сейчас я уменьшу, потому что мне... Что-то не уменьшается. Ладно, не уменьшается, значит, маленькие рисунки порисую. Вот так боком нарисую ноготь и базу. База должна жиденькая быть, чтобы у нас очень плотненько к кутикуле и плотненько... Нарисую, чтобы было понятно, легла база именно вот таким тонким-тонким слоем. Я делаю технику в две капли. Первая капля, это вот как раз-таки грунт, который позволяет мне... Он живой, он не втирается тонким слоем, а он является такой подложкой для того, чтобы у меня... Вот так еще нарисую ноготочек. По краям было достаточно геля базового покрытия, чтобы мне туда больше не складывать геля. Вот это вокруг ногтевой пластины, да, у кутикулы плотно-плотно, хорошо-хорошо разложенный материал не даст мне затеков. Если, конечно, я не попаду под кутикулу, где-то там не замажу. Очень аккуратно, да, это делаем. Итак, дальше я делаю каплю ближе к кутикуле. Ставлю капельку и распределяю ее, подталкиваю сюда. Да, у меня капелька начинает распределяться уже с грунтовочкой, да. И потом ее тяну за макушечку, тяну на себя до конца. У меня получается вот эта масса основная сходится, срастается, сживается, влюбляется и дружит с основной. И получается такое суперское растекание. Наша суперфлекс-база дает нам количеству правильному взятому материалу не течь по бокам. И очень сразу хорошо выкладывает апекс. Понятно? В скором варианте. Так, давай сюда ноготочек. Это грунтовка. Теперь я ставлю каплю. Угу. Да, она универсальная для всех ногтей. Все аннотацию можно найти в шапке профиля и на сайте компании Никонагель. Можете сделать скрин, либо задать вопросы в директ. Теперь я точно так же достаю капельку. Небольшую. Она у нас вязкая, хорошая. Ставлю капельку на центр. По выравниванию базы и укреплению наверняка в Никонагель есть много разных курсов. Я ее распределяю. Есть тоненькая кисточка. Сейчас у меня нету тоненькой кисточки. Да, молодцы. Для чего нам это выравнивание? Вы видели блик, который был немножко неровный, да? Который нам давал такую непонятную. Сейчас, смотрите, я добавила в центр и у меня очень даже хорошо мое яблочко переливается и в бочок. То есть я разровняла нашу базу только по центру. А она у меня так хорошо легла, что мне больше в бока никуда не надо. У меня есть тут уже грунтовочка. И выравнивание здесь никакого большого не нужно. Я переворачиваю ноготочек для того, чтобы под зимыным притяжением наша капелька из боков еще по центровее стала внизу дала. Обязательно просматриваю. Сейчас не буду, потому что камера близко, приблизительно. Просматриваю в торец, чтобы меня ноготь не перекривил ни в бочок, ни в один, ни в другой. Должно быть по горизонтали и здесь. Посмотрели, перевернули. Все отлично сложилось. Ставим в лампу. На 30 секунд. И запекаем. Вот. Суперфлекс база. Капельная техника. За две капли и без просушки. Есть разные техники. Я держу без просушки. Еще раз. Быстренько нарисую. Грунтовочку. Очень аккуратно грунтую по бокам. Хорошо, ровненько. Кисточка как работает. Горит в том плане, если вы сделаете переизбыток материала. Вот такую горишку, если сделаете здесь, будет печь. Абсолютно однозначно. Нам нужно выложить на 30 секунд хватает. Я делаю 2,2 пальчика. Поэтому мне... Вы можете делать любой базой. Никто вам этого не запретит. В данный момент моя любовь это не канагель. Грунтовочка должна лечь по бокам. И потом каплей вы распределяете, даете немножко вперед, в сторону. Если надо, повторим вот отсюда, одного края здесь и одного края сюда по центру. Но ни в коем случае не по бокам вот так не распределяйте. Иначе в торец мы получим с вами вот такие плюхи. Таких плюх допустить нельзя. Это в торец вид. Понятно, что рисую? Нам нужно допустить вот такой вид. Чтобы мы с вами сделали на центре небольшой апекс. А по бокам сходим на нет. Продольные поперечные арки у нас должны быть на месте. Да? Давай руку. Там уже я заговорилась. Время, скажи мне, пожалуйста, сколько времени? Без десяти. Десять минут есть. Прекрасно, что десять минут есть. Я поздравляю, мы все успеваем. Теперь быстро проговорю, прорисую вам покрытие. Покрытие обязательно хочу закстрить внимание. По базе, если что-то сумбурно, немножко задавайте вопросы. Теперь по покрытию именно цветом. У нас у кисти есть то же самое, три точки. Прям самый носик, щечки, пузико. Пузико, щечки. Так вот, для того, чтобы мне у кутикулы максимально близко под кутикулу сделать покрытие, я должна нашу кисточку, она у меня работает в двух плоскостях. У меня первое работает вот это место, а второе работает вот это место. То есть первое место. Как им поработать? Нужно кисточку поставить высоко вверх, под углом 45 градусов, и немножечко надавить на центровую часть. Ни в коем случае не давить на пузико, а на центровую часть. Тогда у нас щетина нашей кисточки, супер щетина, супер ровная, тонкая щетина материала кисточки, даст вот такое вот распушение. И вот этот распушок, как раз-таки раскрытие вот такого плана, даст нам возможность положить максимально близко к центру, к кутикуле, материал. Это первое движение, которое мы делаем. Вперед даем материал полусухой кисточкой. Затем я кладу вниз кисточку параллельно ногтевой пластиночке, и под пузиком материал аккуратно распределяю. Поэтому тяну на себя кисточку материал по нашей ногтевой. Давайте просмотрим. Первое движение. За первое движение именно вот такое я должна максимально закрыть ногтевую пластиночку. Максимально закрыть. Давайте посмотрим новый цвет. Убери пока. Новый цвет номер 127. Флакончики сейчас. Это первый выпуск нового формата флакона. Мне очень нравится. Я хочу очистить кисточку. Еще раз повторить, что кисточка, когда мы красим, либо что-то делаем, что у базы, что у финиша, что у цвета, должна быть идеально чистой. Потому что все вот эти подтеки, они потом будут вылазить вот сюда, если мы вот так будем вытирать кисточку, если что-то еще. Обалденный цвет, да? Я смотрю, нравится. Мне тоже полюбился. 97 синий шикарный цвет. Это мой молодой человек выбирал такой цвет. Вот, смотрите. Кисточка сухая. Обратите внимание на свободный край у кисточки. Щетина тоненькая и ровный край. Срез у кисточки абсолютно ровный и очень эластичный. Давайте вот так покажу, как я делаю надавливание. Вот таким образом у меня кисточка раз и сходится на свободном крае. Практически сухой кисточкой я поддавливаю и забираю на себя. Упражнение называется гусиные лапки. Когда вы будете отрабатывать, смотрите, вот такие гусиные лапки в одну сторону. И гусиную лапку прям хорошо-хорошо растопырить, раскрыть кисточку и забрать к себе. Вот в правую сторону, в левую сторону. Давайте у кутикулы сейчас уберу. Немножечко, если нужно материалу, я немножечко на краешек вот так с горлышка возьму. И мне будет достаточно вот этого капельки для того, чтобы покрасить максимальное количество, максимальную площадь. Я одновременно опускаю пальчик вниз и толкаю материал максимально близко к кутикуле. Видно, как я его толкаю, девчонки? Затем поднимаю пальчик вверх нижний, нижними своими ручками и хорошо-хорошо стягиваю на себя материал. Смотрите, максимально я уже покрыла, классно, идеально. Верно, умничка. Вот у меня есть помощница, которая перед покрытием еще апельсиновой палочкой поднимает кутикулу. Согласна с вами полностью. Именно так я тоже делаю, но сейчас я тороплюсь и немножко, наверное, забыла. Спасибо, мои хорошие, что подсказываете. Теперь смотрите. В бачок обязательно перед покрытием еще можно сделать апельсиновой палочкой. Вот видите, когда вот так вот делает у меня бачок, видно, да? Это переизбыток материала, который мне даст затеки. Я его убираю и делаю полусухой кистью. Поворачиваю наш ноготочек в бачок, отодвигаю максимальную складочку и боковой валик максимально от ногтевой пластины. И ровно, не дыша, практически провожу. Здесь важный момент. Вот когда доходите до самого края, девчонки, вот большая ошибка, когда делаете вот так на себя. Не делайте так, если это овал, потому что он у вас, кисть, самортизирует на боковую, ну, на подушечку пальца, и вы замараете. Здесь, когда мы дошли до бокового, кисточку вот так разверните, не поленитесь, это даст вам максимально чистое покрытие. Видите? Я не задела. Дальше. Повернула пальчик прям. Если есть волшебная фраза, профессиональный мастер крутит палец, непрофессиональный мастер крутится вокруг пальца, согласитесь, поставьте плюсики. Нравится ли вам это изречение? Потому что, смотрите, я сейчас повернула в эту сторону, повернула в эту сторону, мне все видно, все здорово, я все везде просмотрела. Здесь вот, смотрите, отодвигаю максимально, могу еще на второй раз там зайти, хорошо, могу сейчас пройти. Поэтому не бойтесь крутить пальчик своего оппонента. Ставь быстро, суши время, сколько скажи. Пять минут осталось, все, тридцать секунд, четыре. Девчонки, расскажите, как ваше понимание есть, как красить, как делать маникюр. Хотелось ли бы вам пройти такой курс? Надо вам еще такой курс пройти? Что-то, может быть, я упустила, потому что это очень быстро. Давай, 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 давай. Вот, теперь второй раз проходим. Задайте мне вопросики интересующиеся. Может быть, что-то я где-то подзабыла. Опять, отодвигаю максимальную складочку, у меня там появляется один миллиметрик. Угу. Здорово, девчонки, классно. Не успеваю читать, потому что прокрашиваю. Очень здорово, что вам нравится. Обязательно полусухой кисточкой. Настолько пигментированная цветовая гамма у Никанагель, что мне хватает маленького количества для прокраса плотного нашей с вами цветника, да? Смотрите как. Второй раз тоненько. Марка, компания Никанагель. Давайте вот так вот вам положу. Вот как бы наш значок Никанагель обозначает, что это наша суперкомпания. На рынке уже 15 лет юбилейный, или даже могу соврать больше, мне кажется, больше 15 лет. Вот так давайте скажу, чтобы не ошибиться. Волнуюсь просто, не могу чего-то информацию излагать неправильную. Бачок обязательно, девчонки. Уголочек, кисточки. Смотрите как раз и в уголочек убрали. Все. Максимально еще два раза сделала мазка, да? Три-пять мазков. Точно так же, не делайте вот эти большие, ставь. Не делайте эти большие мазки. Что значит большие мазки? Это вот, ну как бы много мазков. У меня иногда на базовый курс девчонки приходят, да и не на базовый курс. И что делают? Смотрите, что делают. Берут вот так вот и кисточкой, говорят, у меня не получается красить. Смотрите, что делают. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. И вот так вот, откуда ни возьмись, зачем-то вот эти вот торчки, толчки делают. Никогда не покрасить красивое покрытие. Никогда, если будете вот таким образом красить. Девчонки, максимальное количество 3-5 мазков. Смотрите, за первым мазком мы раскрываем нашу кисточку и толкаем вверх. Она у нас уже обняла кутикулу под кутикульным пространством. Так классно прокрасила. Нам остается поддать на себя и закрасить основную массу. Все, мы закрасили уже за один присест. Дальше. За второй прокрашиваем второй бочок, за третий еще третий. И максимально еще делаем два. Я рисую всегда в торец. Что рисую? Покрытие. Вот так в торец давайте, как будто это ногтевая пластина, в торец. Первым укрытием я делаю максимально большое количество вот здесь. Вторым покрытием делаю здесь, третьим здесь. Зачем мне нужно четвертое и пятое? Это вот здесь и вот здесь сравнять. Цвет самовыравнивающийся. Если правильное количество цвета, то у нас цветник разложится и сделает классное ровное покрытие. Все, никаких торчков, толчков у нас не должно быть кисточкой. Я сейчас покрываю уже финишем. Смотрите, какой чудесный у нас ноготок появился. Ну а этому супер продукту вообще равных нет. Вообще, если честно, лучше я не встречала. Сколько времени осталось? Не осталось. Не осталось? Сохраняем эфир. Нет, у нас есть времени еще. Быстренько. Я сохраню обязательно. Все вопросы в директ. Все, что смогла, рассказала. Финишем я тоже ничего не выравниваю, потому что нам нечего выравнивать. Прохожу только-только вот где-то у меня пузырик там. Даю ему отстояться, и у нас получается... Спасибо большое за эфир. Спасибо, что вы были со мной и помогали мне. Переверни чуть-чуть ручку. Две секунды. Все, суши быстро. Давай, пять сек, посушим. Возьму в руки. Осталось 59, 36. Одна минутка, девчонки. Спасибо, что были со мной. Давай руку посмотрим, покажем. Вот, у нас получился такой замечательный пальчик. Вот с таким идеальным покрытием. С аппаратным маникюром в две фрезы. Обнимаю вас крепко, позитиво, набирайтесь терпения, наполняйтесь жизненной силой и вперед.